В Ненецком округе отметили один из главных государственных праздников страны – День России. Праздничный вечер прошел во Дворце культуры Арктика. Жителей Ненецкого округа с Днем России поздравил губернатор Игорь Кошин, заместитель председателя регионального парламента Татьяна Бадьян, а также представителей 11 национальных объединений и диаспор. В этот же день уже по традиции жителям региона вручили главные награды Ненецкого автономного округа. День России – праздник мира, согласия и свободы, символ национального единства и патриотизма россиян. Сравнительно молодой государственный праздник с каждым годом приобретает все большую всенародную значимость. День России для каждого свой, как и понятие Родины, отметил в поздравительной речи губернатор Игорь Кошин. Россия для всех одна, и в то же время она для каждого своя. И никто не вправе нам диктовать, что такое наша Родина и что это есть. Она у каждого своя внутри. Моя Родина связана с яркими воспоминаниями, и те яркие впечатления связаны с Ненецким автономным округом. Наш округ – вот наша Родина. Это часть одной большой страны. С праздником! С Днем России! А в День России установлена важная традиция. В Москве вручают государственные премии Российской Федерации. В Ненецком округе эту традицию чтут и вручают главные награды региона. За особый вклад в социально-экономическое развитие субъекта, медалью «За особые заслуги» перед Ненецким автономным округом, губернатор Игорь Кошин наградил Владимира Керна, руководителя группы по бурению скважин компании «Восток НАО». Число почетных граждан Ненецкого округа вписано и имя Григория Синокосова за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие региона. Медали «Родительская слава НАО» получили Ольга Рочева и Екатерина Сенникова. Они удостоены почетной региональной награды за заслуги в воспитании детей. Впервые в истории Ненецкого округа профессиональное почетное звание НАО «Почетный работник транспорта Ненецкого автономного округа» присвоены Александру Колотову и Николаю Хлыбову, командирам авиационной эскадрильи самолетов Ан-2 и вертолета Ми-8 Наринмарского объединенного авиаотряда. Почетными грамотами отмечены жители НАО за успехи в сельском хозяйстве, транспорте, образовании, общественной деятельности. «Трудно перечислить те стороны общечеловеческой жизни, которым бы не прославился народ России. Но прежде всего это его дружба, это его многонациональность, это отзывчивость и, конечно же, вечное спрямление справедливости». В этот день в День России также принято говорить о многонациональности нашей страны. В России проживает более 190 народов. Ненецкий округ богат 72 национальностями. Часть из них представлены национальными объединениями и диаспорами. Ненцы, русские, коми, белорусы, армяне, дагестанцы и другие народы живут в нашем регионе в мире и согласии. «Мы живем в великой стране, единой и дружной семьей. Россия для нас большой и крепкий дом, в котором мы живем с любовью и уважением друг к другу. И мы бережем свою историю, и мы понимаем, как нужно жить дальше, в будущем». Отметили в этот день и победители конкурса сочинений «Я гражданин России». Эссе на такую тему писали школьники региона. Развить тему любви к своей родине удалось не всем. Ирина Попова, ученица восьмого класса первой школы, сделала акцент на многонациональности нашей страны, на широкой и щедрой душе россиян, вне зависимости от их национальности. «Башкирон, татарин, белорус – это все русские люди, это все русский народ. Каждому можно попроситься в гости, каждый пустит тебя переночевать, угостит, напоит чаем. И в этом весь русский человек». А в завершении большого праздника участники концерта присоединились к всероссийской акции «Споем вместе гимн России». Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север».